Этот небольшой парусник, проходящий под Бруклинским мостом, не прогулочная яхта, а настоящее грузовое судно. Хотя рядом с современными контейнеровозами его можно и не заметить. Он принадлежит французской компании «Грэ де Саль», производящей шоколад, вино и кофе. Там решили вернуться к истокам и доставлять свою продукцию, а также импортировать ингредиенты при помощи энергии ветра. Судно отправилось в первый рейс в прошлом ноябре и примерно через месяц пришвартовалось в порту Нью-Йорка, доставив 15 тысяч бутылок органического вина. При разгрузке мы кое-что разбили, если честно, одну бутылку, но оставшиеся 14 тысяч 999 прибыли в целости и сохранности, и мы передали их адресату. Из Нью-Йорка парышник направился в Доминикану, чтобы забрать 33 тонны какао-бобов, что не так уж мало – четверть годового запаса компании. Наконец, в понедельник трехмесячный переход завершился во французском порту Сен-Назер. Как добавляет капитан Луи Бриан, судно прекрасно показало себя в самых сложных погодных условиях. Глава компании Жак Баро говорит, что перейти на Бурса они решились для того, чтобы уменьшить свой углеродный след. Мы слегка забыли, что так можно со всеми этими громадными грузовиками и контейнеровозами. Наше судно очень современное, оснащенное по последнему слову техники. Мы хотим возродить старые привычки и вернуть морским перевозкам благородный образ. И это весьма важно сейчас на фоне нынешних экологических проблем. На случай Штиле на Гре-де-Саль установлены два гидрогенератора, еще два работающих на энергии ветра и несколько солнечных батарей. Есть, правда, и небольшой дизель, но только для маневров в порту. Обычно производители ввозят какао-бобы во Францию на гробных судах, забитых контейнерами. Доставка морем считается более экологичной, чем по воздуху, но все же торговый флот несет ответственность за два с лишним процента всех мировых выбросов СО2. Такие данные в 2014 году приводили в ООН. Парусник Гре-де-Саль может стать одним из шагов на пути к сокращению этих объемов. В следующий рейс он отправится в апреле. А в будущем, надеется Жак Баро, их суда будут ходить через Атлантику регулярно.